всем привет кто заглянул на мой канал меня зовут наташа и сегодня как вы поняли из названия я подвожу свои парфюмерные итоги за 2023 год вот столько ароматов было приобретено на самом деле я не записываю что и когда покупаю поэтому мне было так немножко сложно вспомнить что в какой год я купила я могу ошибаться здесь может оказаться какой-то парфюм который я возможно купила в двадцать втором году но это не точно и здесь также уже многих ароматов нет потому что периодически я либо раздариваю либо в общем раздаю и так ароматов немало и на самом деле я хотела их как сначала поделить на самые хорошие и самые плохие наверное даже не знаю но это мне сейчас опять придется их переставлять и так я просто хочу вам показать и возможно очень как-то вкратце сказать но вот так оглядывая все эти парфюмы я даже вам в процентном соотношении не скажу сколько здесь тех ароматов которые я ношу и которые абсолютные для меня промахи и так давайте пройдемся по первой части стола я старалась немножечко по брендам выставить как могла в общем-то аромат и фраше маной у меня появился в начале того года я пока что его не распознала для меня он сложный вообще с такими летними ароматами мне сложновато я слышу здесь какую-то нотку гриба знаете который в банке такой пораженный который очень полезный но вот как так так наверное играют для меня тиаре но я знаю что многие его любят мне очень нравится флакончик ну как то так два черепка от полис один вот такой розовенький другой экзотик джангл похожий на трезор также вот такой полис пешен долго думала когда я купила вот этот аромат и все-таки посмотрев свой канал и там все свои видео пересматривала когда чего выставлено поняла что купил это я оказывается в начале того года но я думала им намного больше лет до сих пор остается моим самым любимым ароматом вообще в принципе в целом и как-то так это reminiscence лесноут гурман с дрожжем я уже его даже задублила jane in provence аромат на тему миндаля но миндаль здесь сырой еще и с очень кислым лимоном своеобразный парфюмчик дальше лолик фланкер фланкер да называется amethyst excuse тоже мне здесь мерещится какая-то адская тубероза но пока вот не знаю ну трусарди посиджата я думала тоже у меня дольше но оказывается в том году у меня появилась это любовь любовная очень хочу себе дубль но пока нигде не могу найти далее идем по заднему ряду тогда аквалиночка pink sugar berry blast такой бюджетный известный фланкер pink sugar обычного потом к эти перри мяу кошечка у меня появилась очень тоже его люблю очень супер очень супер супер позитивный аромат дальше поставила здесь ароматы от zara 5 штук и я забыла один который у меня протек я даже не помню куда я его убрала протекший который пришел в плохом состоянии у меня вообще спрятан и он просто я хочу выкинуть в общем не об этом короче еще один должен быть здесь glim of the moon то есть всего шесть от zara также аналог из мужской линейки на аромат от killian вот такой вот cent desert at sunset также из мужской линейки tobacco collection rich warm addictive в комплекте заказывала гордыни и орхид так толком их и не носила и вот такой еще аромат который я вам не рассказывала велик шаду пока что мне не понравился не знаю бритни спирс прерогатив люблю его кельвин кляйн шок давно хотела этот аромат но особо каких-то эмоций у меня он не вызвал совершенно проходной совершенно повседневный на работу знаете такой но не противный но и не вау роберта ковали который я очень хотела но пока тоже не скажу что это какой-то мой любимец не могла вспомнить когда появилась лолита олимпика решила ее тоже сюда вставить мне кажется что все-таки в том году она у меня появилась аромат такой малютка от кэт ванди называется saint не знаю где его достать девчонки далее такой красивый флакон мобусан аромат твист мадемуазель твист есть просто в них мадемуазель не в большом объеме и этот аромат на тему поезон гео здесь такая сильная миндаль насть пролине он очень мощный если что-то такое ищите это будет стойко и шлейфово но для меня это немножечко грубоватый пока что парфюм вот флакон даже не знаю как его назвать суразный несуразный в общем купила простаивает у меня не знаю пока что так я с ним задик girls can say anything которые все любят и описывают чуть ли здесь не орехи какие-то и слышала и разные описания очень вкусные слышал описание для меня это вообще совершенно звучит не так как для всех для меня это какой-то детский шампунь утенок и не знаю стиральный порошок очень мощные цветы вообще аромат супер мега стойкий будет держаться просто на одежде не знаю вечность но пока что тоже я с ним не подружилась хорошо хоть я купила маленькую версию в тридцатке больше такого аромата и не надо как-то по-другому я его слышу не знаю общем так далее много ароматов жанр т.с. вот эти вот все гурманские аналог на black опиум я его даже толком еще не носила наверное ни разу ваниль тропикаль вот это вот половинка яблочко гурманские море мио golden roses очень интересный аромат очень своеобразные вы видите еще жанр т.с. бомбочка вот этот с какими-то дружу с какими-то нет вот такие вот ароматы из линейки скилл ray of light и даже еще запечатаны которые instant краш еще его не вскрыла даже потом аромат от раша без анс даже не знаю если я наверное делала самые большие разочарования парфюмерные наверное он бы входил в них я так хотел этот аромат он такой красивый по описанию и многие слышат здесь есть вишню и вишневую косточку и вообще мне поначалу он очень понравился буквально пару раз носки и мне стал вылезать здесь просто дичайший дичайший мускус которого я боюсь если вы любите мускусные ароматы а-ля кирки а-ля вот эти арабские всемощные то это для вас это такое ядреное звучание она не противно но для меня просто направление это сложное но я избавляться от него не собираюсь я возможно дам ему шанс и буду разнашивать не знаю в общем как как получится но флакон прекрасный жалко что я пока что с ними не подружилась дальше я здесь поставила кое-каких арабов принцесса который я люблю вот этот аромат red apollient red которого я боюсь но куплен он был не вслепую не брас тоже в том году появился тоже ну я как-то выкладывала не так давно он мне кажется видео про все свои арабские ароматы и они в общем то но у меня такие все спорные также белый флакон вот такой вот тоже арабский представитель такой с магнитной кстати крышечкой бюджетный кокосово кремовый уходовый больше для меня не гурманские рассасия бхар магнифика тоже много раз рассказывала лариф тачо флуман честно не помню когда появился у меня вот этот флакон но вот этот большой который я задублила появился точно в прошлом году поэтому он здесь и стоит так дальше все вот эти спреи если я не ошибаюсь появились мне тоже в том году жан ортес и линейка скилл у меня есть уже некоторых дубли здесь есть с ног сшибательная гурманика дальше бруно-банани кокосовый спрей руш риана руш лав именно и потом началось началась гурманик два мантали появилась у меня в конце этого года оба супер гурманские это ванилла кейк и chocolate гриде я их люблю стоит ли они своих денег не знаю сомнительно потому что я их себя плохо слышу вот но остальные кстати замечают на мне их вот и этот факт немножечко мне вводит в сомнение далее бритни спирс вот этот беленький интимейт фэнтези очень мне понравился ванильный цветочный даже не знаю не совсем гурманика есть все таки здесь такая явная парфюмированная нота по-моему здесь ландыш либо что-то такое в общем я с ним продолжаю знакомиться довольно таки стойкий кстати потом вот такая вот детская штучка бон бонс milk кейк который раньше назывался milkshake такая баловство ну такая гурманская няшка вкусняшка как я это называю появился мне в том году мой малинарчик первый ваниль очень вкусный парфюм что-то из той же оперы как и суд пасифик который мне появился ваниль экстрим кстати туалетной воде я думаю это парфюм что-то примерно вот это вот похожие на самом деле ну и мантали в базе тоже примерно что-то в такую же ваниль она мне превращаются но я не против в общем я люблю эти свои гурманские находочки вот этот тоже появился по моему в том году могу ошибаться аналог на ксержо флиру сто раз рассказывал не буду повторяться вот этот ванилла кейк баттер от library of fragrance также известны как диметр еще это то же самое вот видите сколько уже я его сносила сегодня в нем очень мне нравится спокойная такая какая-то несерьезная поливашечка это вообще одеколончик паскаль марабита белый флакон красивый перли что-то в общем связано с чистотой аромат немножко с мускусом но он здесь очень мне нравится он такой какой-то окутанные карамельные груши я не знаю такой нежный даже можно представить что он какой-то лактонный но по-моему лактонность там не заявлено так еще кстати один арабский парфюм eternal кофе бренд называется перри скорнер сначала мне не полюбился но потом 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 я в него просто влюбилась сейчас я слышу в нем меньше кокоса либо этот кокос стал более кремовым и лактонным я слышу здесь какой-то кофе в общем мне очень нравится я его частенько ношу мне нравится он в шлейфе и мне нравится что я себя его слышу еще один кофейный аромат это сержио нера аромат называется кофе вот такой вот у меня флакончик в 50 миллилитров это туалетная водичка вкусненький тоже интересно здесь такой кофе на эти ассоциации с детством как будто вот в садике когда большой чан замешан кофе именно с молоком и она такое она вот нерастворимая но она вроде как бы заварное если понимаете о чем я но она такое некрепкое и в общем это очень вкусно и там куча сахара но этот вкусненько вкусненько так спрейчики еще и фраше кокосовый и ванила софт ванила ванила and sandalwood очень приятный провод этот я вообще забыла случайно его нашла иван тэшн дэнс также у меня была эйван пурбланка которая уже успешно покинула мою коллекцию и буквально остается здесь четыре парфюм чека вот этот вот красивый флакон китайский нишевый бренд который вот так вот называется чеки а я не знаю точно как произносится очень необычное звучание больше даже мужскую сторону аромат называется шум дождя у меня отдельное видео есть так что вот тоже появился у меня в том году и аромат от без а мы все стоит в коробке даже не буду вам открывать по моему это очередной какой-то закос на лаве бель в общем это на что-то закос вроде неплохой но в общем нет и холестер каньон rush это новый аромат кстати мало кто про него говорит он такой больше летний здесь тоже мускус здесь какие-то такие ягоды они такие звонкие в общем я еще мало с ним знакома но рада что у меня он появился и наверное вот этот заключительный красивый яркий розовый мануэль он гаром наверное это тоже было бы на первом месте по разочарованием я этот аромат совершенно не понимаю там заявленные вишни и куча сладких нот по факту для меня это аромат не то что даже вообще пудровый в первую очередь заявлен кстати никто про него не говорит la femme называется такой прорезиненный флакон хотя на самом деле это просто такая наверное матовая краска не знаю мне пахнет просто пылью какой-то вот когда протираете тумбочку и пахнет пылью так пахнет не этот паршум не знаю нем нет ни сладости ничего такого может быть он у меня постоял я давно к нему не подходила как-то меня сразу в нос ударил когда я про него рассказывал мне вроде бы понравился ну либо это знаете такое первое впечатление мы пытаемся найти что-то что нам хотя бы понравится в нашей слепой покупке но по итогу в общем попробую еще его поразнашивать посмотрим что будет возможно мне тоже понравится как например вот кофейный аромат я не знаю я не считала но ароматов довольно таки много я могла к тому же что-то забыть что-то я уже отдала отдала ли как сказать то лучше такие мои парфюмерные итоги принципе много чего появилось у меня хорошего много и проходных каких-то ароматов но мне появились и гурманские вкусные парфюмы чему я очень рада есть еще над чем поработать чтобы разнашивать есть еще о чем вам рассказать еще подробно я не рассказывала про ароматы zara и в общем здесь есть такие которые нет 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 и есть такие которые я очень люблю в общем то скоро я буду переставлять и переделать полностью свою коллекцию парфюмерную заканчивать с этим хобби я не планирую но планирую подходить немножко так более с умом к покупке и уже в новом году я заказала несколько парфюмчик of решила начать с простых не хочу ничего сложного вообще я люблю больше такую понятную парфюмерию которым непонятно где не вылазит какая-то нота там сырых деревьев или какого-нибудь подвального дождя я люблю что-то вкусное что-то приятное что-то попроще что могу понять своим не натренированным еще парфюмерным носом если кто-то считает мою коллекцию супер какой-то дешманской бюджетные так далее но извините разные комментарии приходят и разные пишут и что вкуса нет и что пошло и что все это уже давно не модно и так далее и тому подобное в общем вот такие были у меня ароматы купленные за 2023 год такие парфюмерные итоги я сегодня подвела надеюсь вам было интересно посмотреть такое сумбурное видео напишите если как про какой-то аромат вам интересно более подробно возможно я забыла о нем рассказать у себя на канале с удовольствием расскажу в каком нибудь следующем видео и всем желаю всего самого хорошего всем до новых встреч совсем скоро на моем канале и и всем пока пока